27 марта 2018 года об этих бабушках узнала вся страна и благодаря проекту моего коллеги Артема Дрига, Лица улиц, их увидела вся Молдова и наверняка не только, собственно говоря, их жизнь после этого выпуска изменилась и у них появились интересные новости, язык не поворачивается, называть этих прекрасных леди бабушками тем не менее так называется коллектив веселые бабушки, молодой коллектив, которому чуть больше трех лет и сегодня у меня в гостях Оксана Бондарчук, председатель польской организации «Польская весна в Молдове» и Виктория Крыльяковски, художественный руководитель ансамбля веселой бабушки. Доброе утро! Доброе утро! Чудесный танец, он поднял всем настроение, абсолютно всем нашим телезрителям, я просто в этом убеждена. Расскажите, пожалуйста, такие молодые бабушки, тем телезрителям, которые только-только к нам присоединились и увидели вас впервые, в двух словах расскажите, как родился проект и что случилось после того, как у вас показали НТВ. Ну, нас нашли в Фейсбуке. Все очень просто. Да, все очень просто. Там наша страничка из «Польская весна в Молдове» и есть наши фотографии. Нам позвонили и предложили, чтобы сняться в передаче «Лица улиц». Да, в проекте, которыми это отношение к нашему программе. После этого звонки пошли, все хотят танцевать. То есть к вам захотели присоединиться, я так понимаю, да? Проекты, получается так, какой состав бабушек был до и какой состав после, да? Нет, ну пока состав мы не меняли, мы думаем о том, что нужно набрать вторую группу. Пока это еще рано. У нас фестиваль буквально через месяц, поэтому, уже даже не через месяц, через 20 дней, поэтому мы сейчас как бы, основной удар идет на подготовку к фестивалю, поэтому принимать новых людей, проводить кастинги мы просто, к сожалению, не в состоянии. А что за фестиваль? Расскажите более подробно, что за красивый фестиваль, кого вы приглашаете на него? Приглашаем всех, приглашаем всех. Ну, это уже 18-й фестиваль на самом деле, то есть в этом году уже 18-й. Совершенно леди. Да. Практически. Он так и называется «Польская весна в Молдове». Изначально он создавался для того, чтобы представители польской диаспоры со всех концов Молдавии могли собираться, ну и обмениваться каким-то опытом, показывать, чего они научились, там, в общем, показывать польскую культуру для нашей страны. И постепенно он перерос. То есть на сегодняшний день у нас участвуют коллективы со всей Молдавии, то есть это и включается и Приднестровье, и Север Молдавии, и Юг Молдавии, то есть польская община Гагаузии. У них очень известный ансамбль уже и за пределами Молдавии, тоже поляки Буджака называются. Бельцы, Стырча, Григоровка, Тырнова, это Единицкий район. То есть со всей Молдавии приезжают коллективы, ну и поют польские песни, танцуют польские танцы. Угощают польским угощением, да? Угощают польским угощением. Но польским угощением мы больше, конечно, на этнокультурном фестивале угощаем. А сейчас... Это больше вокально-танцевальный такой вот фестиваль, да? Да, да. Где он будет проходить? Он в театре Дженталатина проходит каждый год. Мы много лет с ними сотрудничаем и очень рады и благодарны такому сотрудничеству, потому что это как раз, ну, те люди, с которыми приятно работать, которые всегда стараются создать нам те условия, которые нам нужны. Вот. И... Но начинается фестиваль не только с выступлений, фестиваль начинается с выставок. На этих выставках, на втором этаже зала Дженталатина, значит, народ... Мастера народного творчества тоже выставляют свои изделия, связанные с Польшей, связанные с Молдовой. То есть это именно выставки народного творчества. Также там мы выставляем каждый год. Каждая организация, участвующая в фестивале, выставляет выставку под названием «Наша жизнь от фестиваля до фестиваля». Где в фотографиях представлено, что проводилось в этом году в этой организации, какие были выезды, мероприятия, праздники. То есть как это все... как было... как протекала жизнь организации за этот год, который мы прожили. Самые яркие моменты организации за тот год, который вы прожили, можно как-то обозначить? Ну, безусловно. Для нашей организации... Ой, у нас много... у нас очень много ярких моментов. Вот если касается истории фестиваля, например, то для нас большая честь была, когда наш фестиваль открывала пани президентов, жена президента Польши. И для нас это была просто огромная... Радость. Радость, конечно, безусловно. А что касается... ну, это вот один из наших любимых праздников. Это карнавал, который мы устраиваем каждый год себе. Безусловно, это праздники, которые связаны с историей Польши. То есть День независимости, День Конституции. Рождественские праздники, потому что это тоже очень важно, когда речь идет о воспитании. Такие праздники, они важны всем абсолютной независимости от национальности, да. Поэтому так. У вас появился еще такой вот яркий... ну, появился это он для нас, потому что молодому коллективу, потом, около трех лет, вот, и веселые бабушки. Как на вас реагирует публика? Как будет выступление 26 мая? Обязательно. Стоит ли нам ждать вашего? Обязательно. Сколько номеров польских, веселых бабушек? Мы готовим три номера. Бабушки. Два польских танца и молдовенятску. Вы знаете, в прошлый раз, когда польские веселые бабушки бывали в гостях у нашей программы, всех очень очаровал ваш внешний вид, ваша коса. Мы с нетерпением ждали ее появления в нашем... в нашей программе снова. Будут ли у всех бабушек такие распрекрасные косы или только ваша хишка? Нет, это шуточный молдавский танец «Кумушки», и там все кумушки встречаются, как вы видели. И это образ одной такой бабушки. Вы такая одна. Я такая одна. Вы у нас одна. Здорово. Кстати, вот этот первый танец, который открыл нашу с вами беседу, да, он как раз в каких-то там новостях или сплетнях, да? Какую новость вы нам принесли? Это, наверное, новость все-таки о фестивале. Да, конечно. Давайте еще раз пригласим абсолютно всех, кого вы уже делаете. Ну, 26 мая мы хотим пригласить действительно всех. Мы рады всех ведь. Потому что я думаю, что это интересно абсолютно любому человеку. Как выставки, так и танцы. Потому что, ну, не так часто можно в Молдавии встретиться с польской культурой на таком уровне. Поэтому 26 мая в 10 часов утра мы приглашаем всех в зал «Джентелатино» на наш фестиваль. Пожалуйста. Мы ждем всех. Вход бесплатный. Вход бесплатный. Это важно. Это важное такое уточнение, нюанс. Ну, и я-то понимаю, что польские бабушки пришли к нам не с одним номером, а есть еще один. Еще есть один. Что это за номер? Современный танец. А, то есть современный. Это благородный, а это современный танец, да? И все-таки вы не ответили на вопрос. Вы ждете пополнения в своей ряды? Да, я думаю. Стоит ли вам писать, звонить, приходить? Мы планируем где-то в сентябре, в начале, может, октября набрать вторую группу. То есть все желающие бабушки, девочки, девушки... Ну, желательно, чтобы они как-то были связаны с Польшей. Только так? Это условие? Ну, не обязательно, но желательно. Чтобы как-то связаны были с Польшей. Да, потому что у нас и поездки в Польшу, и... Да, по поводу гастролевого графика мы не говорили. Планируется? Планируется, пока еще решаем. Планируется. Ну, это тоже зависит, к сожалению, от многих факторов. В первую очередь, это финансирование, как многое у нас в Молдавии. Планируется поездка в Тору. Не знаем, как пока не до конца этот вопрос решен, к сожалению. У нас есть много друзей в Польше, которые приглашают, стараются обеспечить нас какими-то приглашениями более в частном порядке. То есть не на каких-то таких государственных уровнях, а вплоть до того, что люди приезжают... Конечно, эти бабушки приедут, очаруют всех, подарят хорошее настроение. Вот это так выглядит, да. Свои волшебные танцы дадут понять остальным людям пенсионного возраста, что на пенсии жизнь только начинается. Да. И что можно делать все то, что ты не успел сделать ранее. Поэтому спасибо вам за такое красивое вдохновение. 26 числа приглашаем всех наших телезрителей в Центр Джинта Латина на Польскую весну в Молдове. Ну и, конечно же, после короткой небольшой паузы анонса смотрим еще один великолепный танец веселых бабушек.